Алексей Костусев говорит одно – делать противоположное. Обещав Одесситам не брать кредитов, мэр реализует новый городской проект, влезая в долги. При этом городской голова активно пиарится на этом сомнительном мероприятии, пытаясь любой ценой убедить горожан в своей полезности. Основное занятие Алексея Костусева в последние месяцы – создание собственного портфолио. Дело в том, что реальных достижений у мэра нет. Если в городе что-то и делалось до последних два года, то эти проекты уже растащили для своих пиар-компаний другие политики. Так что на протяжении всей каденции Костусев изо дня в день твердил заученную мантру – про якобы кабальный кредит предыдущей администрации, который он якобы погасил. Я ездил в Киев, встречался с министром, с председателем национальной комиссии, регулировали тарифы Сарахова, он был мэром из Востока. Он говорит, сколько вы отдали уже долгу? Я говорю, отдал больше чем полмиллиарда. А сколько? Ну по одному кредиту в год отдаем только 200 миллионов. Он взялся вот так за голову, даже не умыслив. То, что вы делаете – это подвиг. Над причитанием Костусева про предшественников сменются уже не только оппозиционеры, но и однопартийцы и соратники. Новую пиар-акцию Костусев организовал вокруг ремонта канализационных коллекторов, что само по себе символично. И теперь о ходе реконструкции горожан регулярно информируют через профильных чиновников. Собственно, из чего состоит система, которая новая? Новая система состоит из того, что мы используем уже существующий коллектор, который начинает с Аркадии до Ванного переулка, который находится ближе к 10-й станции фонтана. В муниципалитете не скрывают, реконструкция ведется за кредитные деньги, выданные мировым банком. И тут Алексей Костусев ведет себя крайне непоследовательно, ведь сам же обещал в долги не влезать. Нужно думать сегодня не о том взять новый кредит, а дай бог рассчитаться по старым. Здесь все уже взяли до нас, а нам с вами выпала горькая чаша отдавать. В качестве контраргументов в горсовете могли бы сказать, что кредит взят под очень выгодные условия. Это подтверждают и на правительственном портале. Общая сумма кредита Всемирного банка, предоставленного Одессе, превысит 45 миллионов долларов США. Это очень выгодно, поскольку срок займа составляет 20 лет, а процентная ставка не превысит в ближайшие несколько лет 1% годовых. В этой формулировке есть одна любопытная оговорка. Процентная ставка составит 1% только в течение нескольких лет, а не на протяжении всего периода оплаты. Выгодных условий может хватить как раз на каденцию Костусева, а после него хоть потоп. Отдельно отметим, что для реализации канализационного проекта Костусев создал отдельный штаб, который помимо специалистов включил журналистам муниципальной газеты «Одесский Вестник». Одним словом Министерство пропаганды в действии. Константин Гак, Вячеслав Лаштаба, телекомпания «Круг». Константин Гак, Вячеслав Лаштаба, телекомпания «С Korea8-9». Спусев с кульчиком Плац queremos Reevesemand. С Лаштаба, телекомпания «С kör-5». Продолжение следует...